Девушки отдыхают Там все работает То есть нас можно не только слышать Нас можно еще и видеть Напоминаю, что телефон наш эфирный 211-101 Это номер для ваших прямых звонков Потому что обе темы наши Они такие злободневные Я думаю, что вызовут отклик какой-то Если есть у вас вопросы Либо реплики по темам Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему разговору 211-101 Ну а если вы не любите говорить, любите писать То, пожалуйста, 8-909-720-101 Это номер для ваших сообщений Ватсап, Вайбер Ну или СМС можно отправить по старинке Это тоже пока еще работает После 12 часов Сразу же анонсирую тему второго часа Мы будем говорить о научной конференции Которая пройдет в нашем городе в ноябре Конференция будет посвящена Утилизации и переработке отходов Новым современным технологиям О том, что придумали, как это делать Как людей приучить к тому, что мусор надо сортировать Об этом будем говорить после 12 В первом часе мы будем говорить о теме Которую периодически мы в этой студии поднимаем Ситуация, скажем так Так или иначе, она развивается, конечно Не сказать, что она благополучная Мы будем говорить о вирусе иммунодефицита человека О том, как чувствуют себя люди, получившие этот диагноз Можно ли с ним жить и жить полноценно И о том, можно ли эту историю предотвратить Что для этого нужно сделать Екатерина Сметанина у нас в гостях Заведующая отделением профилактики Центра СПИД инфекционной клинической больницы Екатерина Сергеевна, добрый день Добрый день Надо сказать, что это серия программ у нас будет Мы будем на протяжении ближайшего месяца-двух Достаточно часто в этой студии встречаться Будем ориентироваться в том числе на вопросы слушателей В темах наших Но сегодня мы решили поговорить о том Что происходит в молодежной среде Как молодым людям, которые, может быть, еще не совсем Часто задумываются о сохранении своего здоровья Все-таки себя обезопасить, что называется И начнем, наверное, мы все-таки с самой ситуации В нашем регионе и в целом по стране Что происходит? Потому что каждый год мы встречаемся И каждый год, к сожалению, неутешительные цифры Мы видим, что не снижаются цифры Цифры на самом деле не снижаются Но в этом году говорить о статистике будет сложнее Потому что количество людей, обследующихся на вещь В течение этого года снижается по России Примерно на 15% И в Кировской области тенденция к снижению Числа обращений за обследованием на вещь тоже наблюдается Поэтому говорить о том, что у нас нет роста Было бы преждевременно Потому что если раньше мы обследовали порядка 25-30% населения По отдельным регионам То сейчас на 15% снижение Говорит о том, что до врача сдать тест на вещь Доходят далеко не все И далеко не все тем, кому бы необходимо было это сделать Поэтому мы видим, что статистика держится на уровне прошлого года А это значит, что снижения точно не будет Я хотела уточнить Вот эта пробуксовка, она связана с чем? С общей этой ситуацией с пандемией коронавируса? Да, это общая ситуация, когда люди перестают лишний раз обращаться в медицинские учреждения Добровольно проходить какие-то обследования Опять же, была приостановлена на определенное время диспансеризация В рамках которой тоже предлагается тестирование на вещь Поэтому это общая ситуация Ну и плюсом, если я верно понимаю, то вот анализ на вещь Ну часто, например, люди сдают перед оперативными какими-то вмешательствами Плановыми, либо теми, которые можно отложить, не экстренные вмешательства Это все тоже у нас, у кого-то переносилось, кто-то отложил до лучших времен То есть с этим тоже связано Когда вы говорите про 25-30% обследуемых И вот эти люди, они тоже попадают Кто не специально идет сдавать анализ, есть у него или нет Да, это общая цифра, туда входят и доноры, и беременные женщины И люди, обследующиеся по показаниям медицинским, самым различным То есть эта цифра общая То есть итоги какие-то все-таки мы к концу года получим, наверное К концу года, безусловно А сейчас, может быть, есть что-то уже У нас общая цифра зарегистрированных случаев приближается к 3000 постепенно К 3000 человек на территории Кировской области Это в общей сложности, да, не новые за этот год Новых случаев у нас больше 200 Это много или мало, если мы сравниваем с предыдущими годами? С предыдущим годом это на уровне Примерно столько же Примерно столько же За эти же периоды примерно столько же Но учитывая, что все-таки число обследований снижается То говорить о том, что у нас идет стабилизация преждевременно То есть есть вероятность того, что ситуация нормальная Да, а есть вероятность того, что просто эти люди не дошли и не сдали анализ Второй вариант более, скажем так, выглядит адекватным Потому что мы видим и по соседним регионам, как происходило развитие эпидемии В аналогичных регионах с аналогичной экономической и социальной структурой И там после таких временных затишей обычно всегда наблюдался рост Поэтому мы ожидаем, что когда диагностика выйдет на прежние объемы Мы можем увидеть рост числа новых случаев заболевания Ну а по структуре заболевания можно судить уже тенденции за последние несколько лет В частности по 2019 и по 2020 году В статистике все-таки сегодня преобладают новые случаи в возрасте старше 30 лет И по Российской Федерации, если мы берем, например, 20-летнюю давность показателей 2000-2001 года То там 87% новых случаев приходилось на возрастные группы от 15 до 29 лет То есть вот как раз на то, что у нас идет молодежь А на сегодняшний день 86% это уже люди старше 30 лет То есть вообще полностью поменялась картина? Структура поменялась полностью, да, картина выглядит по-другому Скажем так, из того, что не поменялась, все-таки пока еще преобладают в числе вновь выявленных случаев мужчины По России это до 60% А по Кировской области? По Кировской области чуть поменьше, но тоже мужчины составляют 55-57-59% по разным периодам А мы социальный портрет вот этого мужчины или женщины в возрасте после 30 лет можем составить? То есть это все-таки люди одинокие или семейные? Вы знаете, 50 на 50 Ровно в 50% случаев в социальном портрете говорится о том, что это человек, имеющий постоянного полового партнера То есть это может быть зарегистрированный государственными органами регистрации Либо брак Либо, как у нас называют, гражданский брак или сожительство проще То есть это всегда 50% на людей, тех, у которых есть постоянный половой партнер То есть не сказать, что это те люди, которые ведут разгульный образ жизни Знаете, разгульный образ жизни не совсем статистическое понятие Потому что, имея даже штамп в паспорте, можно придерживаться нескольких иных принципов Поэтому здесь мы видим все-таки, что так как у нас и по России, и по Кировской области идет рост новых случаев за счет незащищенных сексуальных контактов Но все-таки о том, что люди склонны изменять, уходить от брачных партнеров Это можно отметить как один из факторов риска А какие еще факторы есть? На втором месте это все-таки употребление психоактивных веществ преимущественно инъекционным путем Ну и третий путь, самый, скажем так, по структуре, занимающий самую наименьшую долю Это передача от матери к ребенку В текущем году он составляет по России менее 1% А вообще за все годы регистрации инфекция передалась от матери к ребенку примерно в 5,5% случаев То есть это мы говорим именно о новорожденном ребенке? Да, именно о новорожденном То есть мой страх у стоматолога, которого я регулярно посещаю, к несчастью, подхватить какую-то инфекцию, он лишний? Совершенно лишний, уже давно доказано, что при использовании стерильных инструментов ничего передаться не может И в стоматологиях, у нас не было ни одного случая заражения в стоматологии, на самом деле И маникюрный салон Анне тоже можно продолжить посещать Про маникюрный салон, да, но на самом деле это ведь вопросы такие, которые многие себе задают Можно ли ходить к врачу какому-то там, да, где же самые уколы и прочее Ну вот это может быть из разряда каких-то смешных таких, да, страхов, но тем не менее Это совершенно не смешные разряды страхов, потому что о собственной безопасности можем позаботиться только мы сами И если мы идем на маникюр или на какую-то процедуру, где будет повреждена целостность нашей кожи, будут задеты слизистые Мы должны контролировать, чтобы инструмент был стерильный, в идеале одноразовый, если такое возможно Маникюрные инструменты, если вы видели, в салонах они всегда стерилизуются То есть у мастера набор проходит очистку, дезинфекцию, стерилизацию И точно так же это распространяется абсолютно на все виды деятельности, медицинской или немедицинской Будь то косметологический салон, будь то частная стоматология, государственная больница То есть наша возможность даже в тату-салоне посмотреть, что вам достался для работы стерильный, в идеале одноразовый инструментарий Ну и голову, конечно, включайте, понимаете, куда вы идете Безусловно, это основное По цифрам, по молодежи еще хотела спросить, может быть здесь реально нарисовать какой-то портрет? Что это за люди, это там плохо просвещенные, что-то еще мы о них знаем? Кстати, с молодежью, если мы берем там путь заражения, он такой же точный расклад, да? То есть вот на первом месте там основное это все-таки не наркотики Последнее время это все-таки половой путь передачи Если в начале эпидемии, да еще вот даже 10 лет назад среди молодежи преобладал все-таки наркотический путь передачи То сейчас мы видим все больше и все чаще это половой путь передачи И вот у нас на возраст от 15 до 19 лет от всех случаев заражения пришлось 3,6% случаев заражения И, скажем так, три четверти этих случаев пришлись на возраст 19 лет Это возраст, когда вот ты достиг 18, все, ты вышел из-под контроля родителей Ты уже взрослый Да, ты уже совершеннолетний, ты все можешь практически, ну практически все, да? И вот в 19 лет случаи выявления ВИЧ-инфекции, они достаточно часто бывают Насколько мы можем описать картину, как это происходит, как человек узнает о своем диагнозе? То есть... Как он попадает, да, на диагностику или дальше? Это кто-то сознательно после там незащищенного контакта приходит сдавать анализ или это выявляется случайно? Чаще всего это выявляется случайно, хотя мы отмечаем, что все-таки последнее время есть молодые люди, которые сознательно приходят сдавать тест на ВИЧ И вот в прошлом году у нас была серия акций по экспресс-тестированию на улицах города И мы получаем достаточно... И в ночных клубах, по-моему, даже Да, и в ночных клубах И мы, в общем-то, получаем вопросы, а будут ли повторяться такие акции Ну, в этом году мы немножко ограничены в условиях Но в целом сама по себе заинтересованность молодежи в возможности без обращения в медучреждение пройти такой тест на ВИЧ Говорит о том, что они все-таки интересуются этой проблемой И надо сказать, что уровень знаний, конечно, за эти годы значительно изменился Все-таки в программах обучения есть темы и в биологии, и в ОБЖ, касающиеся ВИЧ-инфекции, заболеваний, передающихся половым путем И какие-то базовые представления хотя бы о том, что это может быть, они все равно существуют Но вот если мы вернемся к портрету, да, хотя бы по уровню знаний тех, кто заразился из подростка ВИЧ-инфекции Все-таки большинство либо мало информированы о том, что ВИЧ-инфекция существует Либо, к сожалению, такая вот тенденция общая даже не среди молодежи Абсолютно уверены, что в их среде этого быть не может, и с ними это точно не произойдет Вот с кем-то, где-то, когда-то, но точно не здесь, ни со мной, ни с этим партнером Ну, не в этой жизни, как говорится Это основной фактор, потому что когда приходит именно ситуация, в которой может быть риск Она как таковая не оценивается Очень неплохой уровень знаний, они все прекрасно знают, как передается ВИЧ Как сделать, чтобы не заразиться ВИЧ Но именно в ситуации эти знания на уровне действия не срабатывают А какая ситуация может быть? Например, секс незащищенный Ну, вот как это происходит? То есть пошли в клуб, встретились, понравились друг другу Да Аптеки, магазины все закрыты? Да И киосков в Европе нет Киосков закрыли, да Никаких автоматов нет Да, это бывают и разовые случайные контакты И в том числе бывают и отношения, которые развивались более длительно Но никому в голову, как правило, не приходит поинтересоваться ВИЧ-статусом Нас все-таки пока считается достаточно стыдным интересоваться ВИЧ-статусом партнера То есть когда мы с молодежью на занятиях обсуждаем вопрос А готовы ли вы задать вопрос? Они говорят, что надо бы Надо бы И говорят, что, наверное, даже справку попросим Но только после того, как вы нам на лекции рассказали, как это страшно А до этого, мы же все равно не можем дойти до каждого До этого считается, что вот есть отношения, есть любовь Есть некий такой образ успешного человека У которого не может быть ВИЧ-инфекции И это вот немножечко тормозит историю про то, что Внешних признаков заболевания нет Человек может не знать, что у него есть ВИЧ-инфекция И люди не задают вопрос Причем в самых разных возрастных группах ответы примерно одинаковые Неудобно спрашивать об этом Слишком интимная тема Ну как действительно? Что за отношения к себе развиваются? Тут вроде доверие и любовь А потом еще брачный контракт потребуется А ты человеку говоришь, принеси-ка справку Вот тут как раз такой момент Почему нужно просить принести справку? Нужно предложить вместе пройти провериться Если это отношения доверия, то вместе можно, доверяя друг другу, пойти Пройти этот тест При желании можно даже до тестового консультирования пройти Именно вместе в паре, чтобы не было каких-то вопросов заданных Где-то за дверями с условиями недоверия Пожалуйста, тест на ВИЧ бесплатный Мы предоставляем любые условия У нас есть психолог, у нас есть социальный работник Можно подойти на консультацию не к врачу А именно вот к этому специалисту Чтобы обсудить все нюансы Сдать тест на ВИЧ, получить результат И спокойно дальше уже принимать решения о дальнейшей жизни У нас это в отделении профилактики Центра СПИД, я правильно понимаю? Ну, в Центре СПИД, да Здесь на Маклино? Здесь на Маклино, да Маклино 3? Маклино 3, пожалуйста, с 7.30 до 6.15 В любой рабочий день можно подойти Да, в любой рабочий день Задать вопрос, записаться на прием и сходить К врачу запись на прием К психологу, специалисту по социальной работе Можно попасть в порядке очереди То есть вот ты пришел, и сразу же практически можно отказаться Если человек не хочет проходить консультирование Консультирование, это его право выбора Отказаться от консультирования То достаточно просто прийти и сдать тест Без предварительной записи Вот смотрите, в Кирове еще У всех более-менее на слуху То, что существуют там СПИД-центры, как мы его привыкли называть А что с районами у нас происходит? Куда там обращаться? И какая там статистика? В районах области эту функцию выполняют ЦРБ, Центральная районная больница Это может быть как терапевт, как гинеколог для женщин Врач-инфекционист, если есть в больнице таковой специалист То есть там эту функцию выполняют те же самые врачи Которые обучены проведению дотестового консультирования И возможности бесплатного обследования в районах Точно так же существуют Вопрос здесь больше стоит об уровне доверия населения к специалистам Потому что тема ВИЧ-инфекции, она очень, скажем так, болезненная И когда население небольшое и все друг друга знают И люди боятся, что у них может быть ВИЧ-инфекция Они и к медицинским работникам своего населенного пункта Обращаться за диагностикой, боятся И вообще это часто знакомый Да, именно поэтому Подруга моей мамы, что называется Я пойду сдавать анализы, она потом маме позвонит и скажет А что это твой-то сегодня приходилось сдавать анализы? Да, у нас, к сожалению, не очень верят в тайну В медицинскую тайну, в тайну диагноза Но тем не менее, когда мы разговариваем с медицинскими работниками Все-таки отмечаем достаточно высокий уровень компетентности Когда люди не будут рассказывать направо и налево о результатах диагностики Но донести это до населения бывает достаточно сложно Все-таки люди предпочитают идти либо в городе, либо в другом регионе То есть если мы возьмем окраины области Когда в Киров ехать далеко, они предпочтут уехать и сдать тест на ВИЧ в другой регион Нежели обращаться к своим медицинским работникам Но это в том случае, если человек действительно подозревает в себя заболевание Если человек уверен, что у него, скорее всего, ничего нет Он спокойно идет к медицинским работникам своей центральной районной больницы То есть именно в качестве профилактики сдать, чтобы быть уверенным, что все хорошо Еще, Екатерина Сергеевна, если мы вернемся к вопросам о путях заражения И вот об этих незащищенных контактах случайных, которые в молодежной среде Ну, мне так кажется, все-таки чаще, может быть, происходят, чем у людей 30 лет и старше Ну, молодежь сейчас асексуально принято считать Может быть, я и ошибаюсь Если он все-таки случился Мы вот сейчас не будем назначать препараты и прочее Это, естественно, все на приеме у врача происходит Но, тем не менее, правильно ли я понимаю, что если не было средств защиты во время полового контакта То есть какие-то профилактические препараты, которые в течение определенного времени После вот этого контакта могут сработать на опережение и на профилактику Действительно, есть 72 часа для того, чтобы человек начал прием препаратов Но все-таки препараты стоит начинать принимать только в том случае, если доказан риск Потому что препараты достаточно серьезные И в этом случае человек покупает их сам И у нас, ну, скажем так, они достаточно доступны Их купить можно, но все-таки это недешево получается Препараты существуют И очень важно вовремя обратиться к врачу, чтобы был установлен риск Чтобы были назначены Их без назначения просто так не купить у нас в Кировской области Поэтому, да, это возможно Думать просто заранее надо Что проще, использовать презерватив Отказаться от полового контакта Или потом ломать голову, как попасть на прием к врачу Как добежать до аптеки, чтобы уложиться в 72 часа Причем чем раньше будет начать прием препаратов, тем выше эффективность профилактики Поэтому тут надо взвешивать до того, как произойдут, скажем так, необратимые действия и последствия Ну и нужно отметить тогда, что и тестироваться прямо на следующее утро бежать не стоит Лучше, ну, более достоверным будет результат, если действительно существует какой-то риск Чуть позже, да, если ты обратишься Но мы вообще как говорим Тестирование на следующий день, оно будет не информативно в отношении там вчерашнего, например, полового контакта Но прийти сдать тест для того, чтобы получить консультацию у врача Убедиться, что ты на текущий момент не инфицирован Все-таки стоит, да, потому что это получение определенного уровня информации Это получение каких-то мотивирующих факторов, действий Это, опять же, снижение стрессовости ситуации То есть мы не отрицаем необходимости обращения к врачу, если человеку страшно, если ему хочется сдать тест, пожалуйста Но информативность, действительно, инкубационный период ВИЧ-инфекции 3 месяца И тест будет положительным Как правило, самое раннее это 4 недели Но самое позднее это 6 месяцев Обычно через 3 месяца становится ясно, есть у человека ВИЧ-инфекция или нет То есть вот здесь какой рекомендуемый все-таки алгоритм и действий Если это случилось Сначала консультацию у врача И первый тест на ВИЧ А через 3 месяца будет предложено сдать второй тест на ВИЧ Также с консультацией у врача Вот в этот промежуток 3 месяца человек как себя должен вести Ну вот, то есть мы представляем себе молодого человека У которого может быть ветер в голове, да Но тем не менее, который дошел на прием Сразу же после вот незащищенного, например, секса, да Или какой-то иной рисковой ситуации Он дошел на прием И дальше он ждет 3 месяца вот возможности сдать второй тест В эти 3 месяца как он себя должен вести? Либо воздерживаться от половых контактов Либо защищать их презервативом Чтобы не допускать вероятного распространения заболевания Именно в период инкубации Вот в эти 3 месяца количество вирусов в организме человека бывает очень высоко И он становится, скажем так, источником передачи вируса В большинстве случаев То есть если это незащищенный половой контакт То именно в этот период вероятность передать вирус будет очень высока Поэтому если у человека был риск заражения Мы мотивируем его на то, чтобы либо он отказался от половых контактов на этот период Либо обязательно использовал презерватив Екатерина Сметанина в нашей студии Заведующая отделением профилактики Центра СПИД Инфекционной клинической больницы Я напоминаю нашим слушателям номер телефона 211-101 И, кстати, обращаю внимание, что позвонить может не только молодой человек или девушка Но и родители тоже Мы от них тоже ждем звонков Потому что сейчас мы как раз будем говорить В том числе и о том, как с родителями эта история работает То есть должны ли родители вопросами профилактики заниматься И должны ли родители понимать, что у ребенка, пусть и взрослого, например, 18 лет Может оказаться такая рисковая ситуация И как ее предотвратить, а если она случилась, то как помочь Мы здесь делаем сейчас, наверное, перерыв на рекламу Спасибо, звукорежиссер мне говорит, что можно И после этого вернемся О профилактике ВИЧ-инфекции сегодня больше в молодежной среде Мы говорим с Екатериной Сметаниной, заведующей отделением профилактики Центра СПИД Инфекционной клинической больницы До перерыва поговорили немножечко о поведении человека в социуме Но мы как-то так сосредоточились больше на близких отношениях Если мы говорим про молодежь Про партнеров мы говорили Про тех, кого, может быть, любишь С кем завязываются романтические какие-то отношения Но есть ведь еще большой, так скажем, пласт людей С которыми общается носитель вируса Если так случилось в его жизни Это его друзья, это его приятели Это ребята, с которыми он там, я не знаю, занимается в спортивной секции И еще что-то То есть мы понимаем, что у молодого человека круг общения Он достаточно широкий И вот тут тоже такие психологические как бы есть барьеры Ну если можно так сказать, говорить, не говорить Кому-то из друзей об этом Вот я скажу одному, а он потом по секрету поделится С еще двадцатью моими одногруппниками Как ко мне будут относиться в ВУЗе Что скажут преподаватели Обычно мы всегда работаем со всеми пациентами Кто сомневается в вопросах о том Раскрывать свой статус или нет Всегда стоит прежде всего вопрос Для чего вы хотите раскрыть свой вещестатус Кому и с какой целью То есть если это, например, сексуальный партнер Здесь оправданно, да Сексуальный партнер подвергается риску Ты ему раскрываешь свой вещестатус У вас доверительные отношения Там обследование и так далее Все понятно Если ты хочешь раскрыть вещестатус другу Что ты хочешь в результате получить Поддержку Определить свое отношение с этим другом Какой-то, не знаю, там Прикрыть страх одиночества То есть какого результата ты ждешь И как ты будешь действовать Если друг тебя не поймет, не примет Начнет бояться, отталкивать Мы всегда проговариваем вот эти вопросы В быту ВИЧ не передается Поэтому говорить всем подряд О своем ВИЧ-статусе Не имеет никакого смысла Мы ведь не делаем так, что Приходя в коллектив Начинаем о своих болячках всем подряд рассказывать ВИЧ-инфекция — это тоже болезнь Которая является личным делом, в общем-то, каждого Пока не встает вопрос О вероятности передачи этого заболевания Третьему лицу В результате, например, сексуального контакта Какой-то там травмы Связанные с кровью и так далее Поэтому В основном У наших пациентов Окружающие не знают Об их ВИЧ-статусе И смысла в раскрытии Мы тоже не видим В данном случае И не рекомендуете рассказывать об этом всем подряд? Не рекомендуем Если человек, во-первых, не готов Во-вторых, он не знает, зачем это делает Есть люди, которые Сознательно идут на раскрытие ВИЧ-статуса Потому что для них Это форма самоутверждения Форма обретения Некой устойчивой позиции Когда я честен перед всеми Есть такие люди, безусловно Но Какой путь им пришлось пройти к этой истории Что им пришлось преодолеть в своё время Это тоже ведь вопрос Не у каждого найдутся силы Жить с открытым лицом Поэтому Мы всегда работаем с пациентами На понимание того Что их ждёт Если они раскроют свой ВИЧ-статус Если говорить о Более близких людях Например, о родителях То есть Если молодому человеку Больше 18 лет А вот, кстати, это вопрос Сдать анализ на ВИЧ Можно только в 18 Без привлечения родителей Или можно и раньше? Нет, по закону у нас Согласие на медицинское вмешательство Для лиц старше 15 лет Является возможно дать То есть они 15 с хвостиком Старше 15 лет 16 лет Уже все абсолютно точно Могут сдавать тест на ВИЧ Не сообщая об этом родителям Но Если результат теста Оказывается положительным То обязательно сообщение диагноза Ведётся в присутствии родителей Родители обязательно Информируются О выявлении этого заболевания Потому что оно у нас относится К социально опасным заболеваниям И родители несут ответственность За подростка до 18 лет Ну и, конечно, вот здесь у подростков Чаще всего возникают Неприятные моменты Потому что вот 17 лет Я вроде бы взрослый Такой самостоятельный Сам решаю, что, как, где, с кем А тут раз И в это дело посвящаются родители Вот это очень тяжёлый Скажем так, момент Хорошо, что у нас встречается это Очень редко Но, тем не менее Пройти этот этап Бывает очень сложно Потому что родители, как правило Не готовы принять То, что у ребёнка Появляется это заболевание А вот до этих 15 с хвостиком До 16 Согласие родителей обязательно Вы его в каком виде подправите? Письменное Вообще согласие на обследование На ВИЧ всегда даётся в письменном виде Кто бы ни обследовался Если это несовершеннолетний За него пишут согласия родителей Если это сам человек То он пишет за себя обязательно согласия А я правильно понимаю Что несовершеннолетний ребёнок Не может там обратиться В платную какую-то клинику За тем, чтобы сдать этот анализ Без согласия родителей Нет, несовершеннолетний Он не имеет права Давать добровольное согласие На медицинское вмешательство Поэтому это всегда родители Всегда вместе с кем-то Там либо родители Либо законные представители Либо кто-то ещё Да, существует единственная лазейка У нас тест на ВИЧ По закону можно сдавать анонимно Анонимно это не предъявляет документов Соответственно, возраст в данном случае Записывается со слов И если подросток выглядит, скажем так Достаточно взрослым А сейчас это не редкость И скажет, что ему есть 16 У медицинского работника Не будет права отказать ему В заборе этого анализа Но опять же, если результат положительный С подростком всё равно будет вестись работа На уточнение его персональных данных На мотивирование его Привлечения родителей Чтобы родители поучаствовали в процессе То есть это непростая работа На самом деле с подростками Есть вопрос у нас от слушателя Про первые симптомы Да, да, да Через какое время проявляются первые симптомы И какие они? Симптомы ВИЧ-инфекции Могут либо проявиться в течение года От момента заражения Либо не проявиться никак Потому что заболевание протекает бессимптомно И говорить о том, что у ВИЧ-инфекции Есть специфические какие-то симптомы По которым можно заподозрить Именно ВИЧ-инфекцию Было бы некорректно Могут быть у человека заболевания Типа ангины, бронхита, пневмонии Могут какие-то появляться сыпи Которые бесследно пройдут И человек о них забудет Не придав значения тому Что это была связь Именно, например, с незащищенным Сексуальным контактом И передачей вируса То есть совершенно самостоятельно Без анализов Невозможно заподозрить наличие ВИЧ-инфекции Поэтому говорить о том Что вот я там заболела простудным Или у меня заболело горло Или у меня ангина А значит у меня ВИЧ Было бы неправильно совершенно То есть эта история Что что-то я стал часто болеть, например Да, эта история не про то, что у тебя Нет, эта история не про то Совершенно, потому что После того, как проходит конкубационный период Количество клеток иммунитета В организме человека Оно восстанавливается практически До нормального уровня И иммунитет на таком нормальном уровне Как у здорового человека Поддерживает наше состояние здоровья В течение пяти, семи Иногда десяти лет Человек чувствует себя хорошо Весь этот период Годами 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 И то, что он стал чаще болеть Это совершенно Многие на возраст списывают Можно на возраст списать Можно на стрессовые ситуации На иммунитет влияет Очень множество факторов И доказать, что иммунитет разрушается Именно в результате действия вируса Можно только через анализы Только уже сдав анализ А если мы говорим о Ну запущенной, скажем так Стадии заболеваний То есть вот не первые годы Как вы говорите Пять, семь, десять лет А если человек никогда там Не сдавал кровь Я понимаю, что это странная В наше время ситуация Все равно общий анализ крови там В общем анализе крови Этого нет Этого нет То есть по общему анализу крови Сказать, что есть у человека ВИЧ или нет Невозможно А на поздних стадиях Когда иммунитет разрушен Могут присоединяться Заболевания, вызываемые Самыми разными возбудителями Это могут быть Заболевания кожи Заболевания легких Верхних дыхательных путей Заболевания Желудочно-кишечного тракта Как правило Это комплексно Сразу набаливается На человека С разных сторон И в этом случае Человек зачастую Попадает в больницу И уже в стационаре У него может быть Выявлен ВИЧ-статус Положительный Вот Время заканчивается Не могу не рассказать Историю И свою И не спросить Сталкиваетесь ли С таким Среди молодых людей Мне когда было Лет 13-14 Я получила Как все девочки Книгу Энциклопедия Все для девочек Прочитала там Про СПИД Узнала про какие-то там Нарушение кожного покрова В районе Сгиба локтя Увидела у себя Естественно Такое же И начала бояться И вот этот вот страх Там Ну С увеличением информированности Как-то уменьшается Ну вот С этим я жила Там В своем подростковом возрасте Сейчас дети Более просвещенные Или вот такой Ну Встречается И вы с этим еще боретесь Неадекватных страхов Меньше не стало Бояться заразиться Где угодно В медицинском учреждении Там От пореза Каким-то стеклом От укола в транспорте На дискотеке И гораздо реже То есть вот эта история Со шприцами И людьми Она существует Она до сих пор еще в ходу Она до сих пор в ходу К первому декабря Обязательно Какая-нибудь история В социальной сети Снова появится Какой-нибудь там Кинотеатр подвернется Нападкам Что там Иглы зараженные В сидениях Обязательно это будет Каждый год Это мы видим Там Или бутерброды зараженные Искореняется Это из головы Очень сложно Это очень Да Очень много Репостов Нам сразу Пишут Это правда Это правда Да По репостам Вот последний раз Была история Про фрукты Которые были накачаны Зараженные кровью То есть это все Существует С этими мифами Мы Постоянно боремся И К сожалению Никто не хочет Анализировать свое поведение Всегда ищут Внешний источник Внешний фактор Агрессии Внешний фактор Терроризма Там Нападок каких-то Но вопрос все-таки Заключается в том Что ты делаешь сам И как ты это делаешь Потому что ВИЧ-инфекция Она в любом случае Связана с твоим поведением Если возвращаться Еще к подросткам И родителям Все-таки Родителям Нужно говорить С ребенком Своим О возможностях Вот там Профилактики Какой-то Да И сдачи анализа И каких-то Ну как бы Правилах поведения Или достаточно того Что дается ребенку В школе Все Что касается Моделей поведения Берется из семьи И мы считаем Что обязательно Надо в семье Поднимать вопросы Репродуктивного здоровья Ценности Репродуктивной системы И репродуктивного поведения Но к сожалению Мы видим Это в основном В виде запрета Там Ай-яй-яй Нельзя делать это И это не поддерживает Модель получения информации И модель выстраивания Отношений И поведения Поэтому для родителей Это тоже Очень такая Сложная тема На самом деле Но мы считаем Что в семье Ее поднимать Обязательно надо И прежде всего Через мнение родителей О том Как надо поступать В той или иной ситуации И через Скажем так Моделирование Родителями поведения Что вот Покажите родители Пример детям Что вы сдаете Тест на ВИЧ Даже независимо от того Что у вас крепкая семья Вы верны друг другу Любите Покажите просто Что это не страшно Что это безопасно И необходимо Ну и еще такой вопрос Все-таки Если нет доверительных отношений В семье И если ребенок Пока не готов Идти за консультацией К вам В центр профилактики Да Спит Где-то Вот есть Ресурсы Проверенные Хорошие В интернете Да Где может Ребенок Подросток Почитать информацию О том как себя вести Безусловно Это сайты Спитцентров Где есть Вся необходимая информация Есть подростковые ресурсы Тинейджер Плюс Ресурс был создан Для ВИЧ Позитивных подростков Но там есть Вся необходимая информация Для любых подростков По профилактике ВИЧ Ну и сайты Общественных организаций Таких как Спитцентр Тоже обладают Всей необходимой информацией То есть Если ты не хочешь Лично То можно Пожалуйста Там да Почитать сначала И там же наверное Можно найти Какие-то телефоны Обязательно Всегда есть телефоны Можно позвонить Проконсультироваться По телефону Спасибо большое Екатерина Сметанина Заведующая отделением Профилактики Центра СПИД Инфекционной клинической больницы Была в нашей студии Мы сегодня говорили О подростках Но продолжим Эту тему Наших просветительских эфиров Пока прощаемся Первый час разворота На этом заканчивается До свидания Редактор субтитров А.Семкин